Они везде. В магазинах, на остановках и в общественном транспорте. Люди без масок. Отчасти по этой причине количество заболевших за последние 4 дня в регионе с привычных уже 70 в сутки выросло почти до 200. Причем сами барнаульцы уверены, дело в их же халатности, к себе и другим. Уровень ответственности каждого конкретного индивидуума на таком уровне. Если он ответственность держит, соответственно, он все меры предосторожности соблюдает. Либо государство должно наказывать очень строго, как там в Сингапуре, либо где-то. Очень много людей, очень много, кто не носит маски, один как дурачок ходишь в нее. Поэтому, мне кажется, чем больше рост заболеваемости, тем, наоборот, люди расслабляются. И это при том, что на входе почти в каждый магазин и отдел торгового центра висит напоминание. Без маски не входить. Но входят спокойно. А почему бы и нет, ведь никто не проверяет. Не соблюдается, казалось бы, и обязательная термометрия. Как, впрочем, и дистанция, хотя бы в полтора метра. Желтые и красные полосы на полу практически все игнорируют. Как считаете, люди соблюдают на дистанции или нет? Нет, сейчас уже не соблюдают. Ни в транспорте, ни в магазинах, ни вот, как видите, на детской площадке тоже. Все вышли на улицу, не соблюдают массовые вот эти сборы, отмечают, компании. Ничего не боятся. Такое чувство, что люди даже не знают, что во всем мире пандемия. Бороться с пандемией уже всем привычными методами, соблюдением дистанции и ношением масок призвал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он в очередной раз попросил жителей ответственно подойти к своему здоровью. По его мнению, это позволит снизить количество новых случаев заражения. Сегодня массовое распространение внутри, в первую очередь в городе Барнауле, там, где большая скучность населения. Поэтому, коллеги, уважаемые граждане, еще раз настойчиво рекомендуем соблюдение масочного режима. Ведь вспомните, пожалуйста, апрель, май месяц, когда у нас достаточно жесткая была самоизоляция. Мы не видели такого уровня распространения инфекции. Росту инфекции планируют препятствовать и в Роспотребнадзоре. По их словам, в ближайшее время совместно с полицией они проведут профилактические работы среди основных возрастных групп риска. В последние дни отмечается постепенный прирост заболевших в возрастной группе 18-29 лет, 30-49 лет. То есть это те группы населения, которые ведут активный образ жизни, которые посещают летние кафе, веранды, туристические базы, участвуют в массовых мероприятиях, которые на сегодняшний день не разрешены, которые отдыхают на пляжах, которые также не должны в настоящий момент функционировать. Все нарушители масочного режима будут привлечены к административной ответственности. Помогут ли такие меры, покажет время. Ну а тем, кто до сих пор удивлен, почему в Китае на победу с коронавирусом потребовалось так мало времени, советую еще раз посмотреть, какие меры пришлось соблюдать жителям Поднебесной, чтобы прийти к положительному результату. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова